Я задала вопрос, если алкоголь такой вредный, почему же нельзя запретить его продавать? А этот вопрос я задала потому, что я против алкоголизма. Этот вопрос принес победу шестикласснику Сергею Риудскому в номинации «Вопрос прокурору». Кроме него, в межведомственной акции «Без этого можно жить» под эгидой прокуратуры Брестской области приняли участие порядка двух тысяч детей. Все они участвовали в девяти масштабных мероприятиях, которые проводились на базе учреждения образования города и были направлены на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. В акции у нас спорт особого назначения приняло около 300 участников. Ребята приняли, были приглашены у нас стрейболисты, были проведены интереснейшие занятия. Сегодня вот у нас «Скажи курению, другим наркотикам нет» тоже проводилась самая зрелищная акция, самая массовая акция. Сегодня тоже мы будем награждать учеников 18-30 школы. Очень интересно у нас проводилась акция среди художников. Было представлено 192 работы с 134 участниками. Акция «Без этого можно жить» стартовала в начале ноября прошлого года и длилась до конца декабря. Ее целевой аудиторией стала молодежная и подростковая среда. На протяжении двух месяцев школьники города участвовали в культурных, образовательных и спортивных мероприятиях. Кроме прокуратуры к акции присоединились МЧС, Аплосной центр гигиены и эпидемиологии, учреждения образования, спорта и туризма, БРСМ и управление внутренних дел. В этот раз мы решили предоставить для несовершеннолетних наиболее интересные мероприятия. Мы провели соревнования по футболу, провели так называемую акцию спорта особого назначения, военно-патриотического уклона, где несовершеннолетним были предложены различные мероприятия, связанные уже с подготовкой непосредственно сотрудников милиции в их служебной деятельности. И именно вот такой вот подход, мне кажется, вызвал у них наибольший интерес, что показало то количество участников, которые приняли участие в наших мероприятиях. Их было больше 300 человек. Художники, спортсмены, волонтеры и просто те, кто хотел доказать своим сверстникам и трудным подросткам, что алкоголю, табакокурению и наркотикам есть достойная альтернатива, например, занятия спортом или творчеством. Многие ребята, участники акции «Без этого можно жить» со всей ответственностью подошли к заданиям и старались выиграть не для победы, а для того, чтобы показать истинную ценность каждого прожитого дня без вредных привычек. Данный вопрос очень серьезный, потому что, если человек не знает, какие ответственности, какие правовые нормы существуют в нашей стране, он не может быть полноценным членом нашего общества. Это очень хорошее мероприятие, которое проводится в нашем городе. Должно быть таких побольше, при том, что она была в профилактике табакокурения, наркомании. Вся молодежь собралась, которая этим не занимается. Ну, это было очень интересно, принять участие в такой мероприятии. Как отметил прокурор области Иван Носкевич, от мероприятий есть полезный профилактический эффект. Во время проведения акции преступность среди несовершеннолетних снизилась на 34%. На 18% количество пожаров из-за шалости детей с огнем. Опыт, который организаторы акции получили в Бресте, планируют использовать и в других регионах области.